И сейчас с нами на связи Владимир Ельченко, украинский дипломат. Владимир Юрьевич, приветствуем вас. Скажите, пожалуйста, вот такой внушительный список санкций. Может ли он остановить российскую агрессию или там уже ни на что не реагирует? Я думаю, что этот список нужно активно продолжать. Я думаю, что лет 7 тому назад, если я правильно помню, я впервые сказал о том, что если Россия будет продолжать в том же духе, то ее отключат от SWIFT и запретят полеты аэрофлота. Все эти годы надо мной смеялись эксперты, в том числе очень уважаемые эксперты из западных стран. Но, как видим, это произошло. Так что ничего нереального в сегодняшних условиях нет. Точно так же можно говорить о тех санкциях, которые мы еще не видели. Мы уже забыли немножко вот ту характеристику, которую дал кто-то из наших политиков еще месяц тому назад. Адские санкции, пекельные санкции украинскую мовую. Сегодня мы видим, что это уже вполне реально, но, наверное, это еще не предел. То есть можно, например, закрыть полностью все порты, ну, по крайней мере, на европейском континенте, в США и Канаде, и, наверное, в Латинской Америке. Есть много других вещей, о которых мы даже не догадываемся. Просто мир очень переплетен, взаимозависим. И мы даже себе не представляем, насколько Россия зависит от внешнего мира, как бы они ни пыжились, ни рассказывали о том, что они там ввели какую-то новую свою собственную банковскую систему, свой Гугл. Ну, у них есть уже Яндекс. Но все это говорит о том, что еще предел не наступил. Главная проблема заключается в том, что все эти санкции, какими бы мощными они ни были, они имеют такой замедленный эффект. То есть они начинают действовать через неделю, месяц, полгода, год-два. А Украина ждать не может, потому что мы просто страну потеряем, и сколько еще людей погибнет, пока эти санкции начнут действовать. Поэтому я бы сказал так, что нужно иметь комбинацию санкций, с одной стороны, с другой стороны, еще более мощная, активная военная помощь. Я надеюсь и почти уверен в том, что на сегодняшних саммитах, которые происходят в Брюсселе, НАТО, G7, Европейский Союз, там эти решения будут приняты. Украина получит еще больше военной помощи. Она и сейчас уже ее получает по двусторонним каналам от отдельных стран. Я думаю, что это будет еще больше и сильнее. И вот комбинация санкций и военной помощи, которую мы используем очень эффективно, мы это видим по тем потерям, которые несет российская армия в Украине, это все даст свой результат. Скажите, а вот Россия может превратиться в Венесуэлу? Вот есть свой диктатор и куча санкций. Вы знаете, Россия уже давно превратилась не в Венесуэлу, а в Северную Корею. Я тоже об этом говорил несколько лет тому назад, просто Северная Корея она маленькая и никому не интересная. А Россия очень большая и всем интересна. Но даже те, кому она была интересна эти годы и десятилетия в плане зарабатывания денег, ведения бизнеса, сегодня уже поняли. Вчера буквально компания Рено, от которой зависит вся автомобильная промышленность России, наконец-то сообразила, что нужно прекращать сотрудничество с этой недостранной. Это понимание будет приходить и дальше. Сегодня уже не так много осталось больших компаний, мировых таких брендов, которые еще продолжают сотрудничать с Россией. Я думаю, что с каждым днем их количество будет уменьшаться, и в результате мы получим вот такую Северную Корею, но только, знаете, как обезьяна с ядерным чемоданом. Это, конечно, плохо. Но я думаю, что и на это найдется управа. И думаю, что этот вопрос сегодня тоже будет активно или уже обсуждается как раз в рамках НАТО в Брюсселе. Скажите, есть очень много персональных санкций. Может ли это спровоцировать раскол элит в самой России? Я думаю, что да. Несмотря на те все парадоксальные цифры поддержки, там 3,75% населения России, которые поддерживают войну или вторжение в Украину, или, как они называют, ограниченную военную операцию, я думаю, что эти люди, ну, подавляющее большинство из них просто не соображают вообще, что происходит. А элиты российские прекрасно все понимают. У нас уже есть информация об отъезде Чубайса, об отъезде гендиректора флота, который увидели уже на Кипре сегодня или вчера. Я думаю, что количество этих людей будет возрастать. Еще есть такой Дворкович или Дворкович, бывший вице-премьер Российской Федерации, который тоже уже удрал. Я бы не стал преувеличивать значение этого для общественного мнения России, но думаю, что это важно в том плане, что в элитах, как правильно говорите, будет раскол. И рано или поздно, думаю, скорее рано, чем поздно, они поймут, что нужно что-то делать в средине страны, потому что ждать, пока у тебя отберут вообще все, а не только яхту в Италии, наверное, никто не хочет. И это приведет к вниманию того, что нужно что-то делать в середине страны. Я на это искренне надеюсь, хотя и не преувеличиваю, скажем так, реальность этого, зная и по своей работе в Российской Федерации несколько лет, зная истинное настроение в российском обществе. Скажите, а вот Чубайс сейчас готовится дать большое интервью. Как вы думаете, что он хочет рассказать? Вы знаете, если честно, меня очень мало интересует, что он будет рассказывать, потому что вот этот либерализм, ну вот есть такая, знаете, этикетка на этих людях, типа Чубайса, что это либералы, от которых зависит или может зависеть будущее России, я не очень в это верю. При всем уважении и сочувствии и симпатии к Навальному, который действительно страдает сегодня реально, сидя в тюрьме Российской Федерации, вспомните его высказывание насчет Крыма и Бутерброда. Вот. Я бы еще дальше пошел и вспомнил высказывание того же Ленина о том, что Россия невозможна без Украины и так далее и тому подобное. Ну, это уже экскурсия в историю, наверное, сейчас не до этого нам всем. Но я не думаю, что есть Россия, сегодняшняя Россия, реальная оппозиция, которая будет готова признать на 100%, что есть Украина отдельная от России, а не там часть единого народа. Владимир Юрьевич. Это сложный вопрос, но я думаю, что мы найдем и на этот вопрос ответ тоже. Владимир Юрьевич, как Вы считаете, настанет ли когда-нибудь тот день, когда Путин все-таки признает, что санкции работают? Потому что элиты понимают, граждане, возможно, нет. Признает ли Путин? Я не думаю, что он это признает, потому что для него это будет, ну, скажем так, моральное самоубийство. Я думаю, что раньше, чем это наступит, наступит физическое самоубийство или убийство. Я не думаю, что он в состоянии это признать. Он живет совершенно вином от нас с вами в мире, и нам просто очень сложно понять, какие чувства он сейчас испытывает. Я не думаю, не уверен в том, что он способен такие вещи признать. Скажите, а элиты готовы выступить против Путина и заменить его кем-то? Ну, я уже, в общем-то, пытался ответить на этот вопрос, а кем его заменять? За время своей работы в Москве, это было в 2015-м по 2015-й год, я общался со многими из тех людей, которые сидели на этой известной исторической картинке заседания СССР, с которой, собственно, и началась вот эта интервенция в Украину. Я всех их помню, я всех их знаю, я со многими из них общался. Я и тогда, и сейчас не устану повторять, что если кто-то надеется, что из этого круга может идти кто-то и заменить Путина, и он будет Украину любить, то это большая ошибка. Этого не будет. Они все думают одинаково. Если они даже начнут что-то другое говорить, не верьте им. Владимир Юрьевич, а как повлияют санкции, которые введены против Беларуси? На народ Беларуси, на Лукашенко? Боится ли Лукашенко каких-либо санкций? Мне кажется, что с Лукашенко несколько другая история. Ну, он-то сам по себе уже давно себя, так сказать, вписал в историю, как, ну, просто никчемный тиран. Что касается белорусского народа, то это совсем другая история. Насколько я понимаю, знаете, белорусы в силу своей психологии, это очень мирный народ. Да, большинство из них поддались тоже этой пропаганде, которая насаживалась все эти там последние 20 или больше лет с Лукашенко или его режимом. Я думаю, что они, в отличие от россиян, способны гораздо быстрее перестроиться и начать думать по-другому. Но я тоже не думаю, что это легкий такой простой процесс. И мне кажется, что здесь больше играет, ну, скажем так, вот, не вступление Беларуси уже в такую открытую войну с Украиной. Это не потому, что общественное мнение иное. Это просто страх и боязнь того, что просто начнут убивать белорусских солдат. Они это видят, они это понимают. Плюс работает белорусская оппозиция. Вот мы уже знаем о белорусских партизанах. Кто бы мог подумать, что через 70 или больше лет после Второй мировой войны это опять повторится уже вот в таком виде. Но я гораздо более оптимистично настроен в отношении Беларуси и в отношении России. Спасибо вам огромное. Я напомню, украинский дипломат Владимир Ельченко был с нами на связи.